Всем здорова! Короче, меня немного поменяло. Сегодня у нас будет не скейт-влог, но видос полностью посвящен скейтбордингу, потому что, вот представьте, вы сломались, например, как мой любимый оператор, либо же вы устали от катания на скейтборде, но вам хочется залипнуть в что-нибудь, связанное со скейтбордингом. Это, например, фильмы, которых почти нет, либо же игры, которых, в принципе, много, учитывая то, что у каждого из вас, я думаю, есть либо же телефон, либо вот такое устройство наподобие планшета, на которой выпускают достаточно много игр и приложений про скейтбординг. Так что в этом видео мы узнаем, в какие игры можно поиграть на iPad или iPhone или на Android, а в какие нельзя. Так что, ребят, давайте, поехали. Ну а перед самым интересным хочу напомнить вам о своих друзьях из компании 1xBet, у которых самые высокие коэффициенты, большие выигрыши, быстрые и надежные выплаты и самые профессиональные сотрудники. А также при регистрации посылки в описании, введя промокод Владос, вы получите бонус за 6500 рублей. Первая игра известна абсолютно всем, называется она True Skate. Это аркадная игра про скейтбординг, которая изначально доступна иногда бесплатно, иногда по доллару, тут зависит от времени, потому что, например, когда проходят всемирно известные соревнования по скейтбордингу стрит лига, эта игра доступна абсолютно бесплатно для всех пользователей Android и iOS. Но в чем прикол, когда вы ее качаете, она вроде как доступна бесплатно, но в ней есть только один скейтпарк, остальные вы можете купить только по доллару, либо же по 2 доллара, тут зависит от скейтпарка. В чем суть управления? Для тех, кто не знает, просто рассказываю, вам достаточно всего лишь одного пальца. Берете пальчиком, разгоняетесь, также щелкайте по досочке и делайте различные трюки, какие вам удобно. Здесь вообще ничего сложного нет, игра аркадная, вы разберетесь в управлении буквально, ну, минут 5 от силы, и вы будете ебашить как черт, это 100%. Ну вот, кстати, я советую я каждому начинающему скейтеру, потому что здесь все очень элементарно, и можно понять, как работают трюки, потому что физика, по сути, здесь очень похожая и очень приближенная к настоящему скейтбордингу. В чем еще плюс этой игры? Вы можете изучить название всех трюков, которые в скейтбординге, потому что они здесь прописаны правильно. Иногда, кстати, только вот ноли хард, когда я делаю, там пишет ноли попшовит. Мне это не нравится. Вот это вот надо исправить, и они не исправляют это уже на протяжении двух лет. Также, помимо флипов и шовитов, вы можете делать градусы, все очень просто. И грэбы. Для того, чтобы сделать грэб, кстати, многие не шарят, делаете оли, например, и из угла экрана тащите в бок, и у вас будет либо мелан грэб, или мьют грэб, или из другого бока инди грэб. А если сверху или снизу, тейл грэб или ноуз грэб. Также в этой игре есть один очень хороший плюс, это скейтпарки. Несмотря на то, что скейтпарки здесь платные, стоят, конечно, не всего 1 доллар, но, блин, это факт. Хотелось бы, конечно, на халяву, да-да-да. Но за доллар вы можете купить реально существующие на планете Земля скейтпарки, либо же споты. Например, есть Магба, на которой я катался, и где у меня украли документы. Есть почти все скейтпарки, на которых проходила стрит лига. Ну и, короче, просто скачайте и посмотрите все сами. Скорее всего, сейчас даже игра это бесплатная. Следующая игра Тэп Скейтерс, и в нее, походу, я вам не советую играть, потому что, вот, давайте покажу вам летсплей. Вам нужно просто нажимать вниз, и скейтер опускается. Да, и собирает диски. Так, типа, не качайте, я не знаю, это, ну, реально конченная игра. Если вы хотите именно скейтбординг, то она точно для вас. Если херней пострадает, то возможно. Так, дальше. Флип скейтер. А графончик-то неплохой, на самом деле. Так, давайте нажмем плей, посмотрим, что это такое вообще. Тэп ту старт. Ага, то есть ты тут катаешься просто в рампе и делаешь сразу же бэкфлип. Нормально. И еще на блант, походу, можешь сейчас встать. Нет, не встань. И потом, типа, открываются трюки, и ты вместе с бэкфлипом сможешь делать еще и кикфлипы, да? Вот я двойной бэкфлип не сделал. Ну, что поделать. Ага, тут еще спины. И как раз, походу, за счет спинов здесь открываются новые трюки, да? Да, ноус грэпбэк. Прикольно, но надоест буквально вот за минуту. В следующей игре уже придется понапрячься. Тут уже нужно два пальца. Их почти не придется отпускать. Они так хотели погулять. Я думаю, вы все ее знаете. Называется она скейт... Бля, как она называется? Я тупо забыл. Эту игру, я думаю, тоже многие знают. Называется она Touch Green Skate 2. Сейчас она доступна абсолютно бесплатно. Но есть проблемка. Тут тоже нужно покупать скейт-парки. Но там скейт-парки полностью выдуманы и стоят по 3 доллара. Не очень круто. Раньше, когда она стоила в общем 7 долларов, это было гораздо приятнее, чем когда ты только за 2 скейт-парка адашь 6, а их всего тут 4 или 5. И игра не обновляет скейт-парки уже на протяжении, ну, года так точно, а то и 2. Эта игра очень сильно напоминает фингерборд. И вам все время нужно держать два пальца на доске. Ни в коем случае не на одном, потому что если один палец, то вы тупо ничего не сможете сделать, только разве что развернуться. Игра прям требует. Прижмите два пальца к доске, че-три точки. На самом деле, эта игра сложнее, чем труске. Для того, чтобы сделать трешку даже, нужно поднапрячься. Тут, как и мне в жизни, трешку дабл сделать легче, чем трешку. Блин, сук. Рилер. Но зато хоть где-то я делаю нолифлип, ребят. Просто посмотрите. Вот нолифлип, нолифлип, нолифлип. А ну ноли дабл флип? Ноли дабл флип. Игруха прикольная, графика хорошая. Трюканов можно налепить достаточно много, но в чем прикол? Учиться делать трюки здесь будет сразу сложнее. Дачгринский 2 сложный, но в нем есть достаточно прикольные миссии. То есть, допустим, вам нужно выполнить любой трюк в стойке фейки. Вау, какая классная миссия. Перешли фейки, сделали фейки флип, и вот мы выполнили любой трюк в стойке фейки. Выполните грань с переходом в хилл флип, и вот куча миссий. В принципе, можно бы проходить. Она вас затянет, думаю, на пару дней точно, но потом, не знаю, возможно, надоест. Я не знаю. Она у меня была и заебала. Ну а дальше достаточно интересная игра, которая у меня залагала. Смотрите. Бывает, конечно, и такое. Прикольно, короче. Ну, типа, я думаю, нормальный трюкан, да. Эта игра называется Skater App. Эти же разработчики, кстати, выпустили Skater XL на ПК. Но пока у меня нет, поэтому, ребят, сорян. В чем суть этой игры? Вы тоже катаетесь, выполняете миссии, и она отличается от True Skate и от Touch Green Skate 2 тем, что здесь управление, что-то между Touch Green Skate 2 и True Skate. Прям реально. И здесь есть кеды, то есть вы еще и в обуви катаетесь. Прикольно. Игра вполне неплохая. Здесь как раз все споты, которые есть, и карты точнее, они из реального мира. И для того, чтобы открыть остальные карты, вам нужно повторять трюки за другими игроками, которые будет повторить иногда достаточно сложно, потому что оконтлировать доску в этой игре достаточно непросто. Прям, ну, блин, капец неприкольно. И здесь, кстати, иногда вам нужно два пальца, иногда один. Блин, сложно. Например, для того, чтобы просто ездить, вам достаточно одного пальца. Для того, чтобы делать manual, тоже одного пальца достаточно. Эта игра, кстати, платная, стоит около пяти долларов. И я, если честно, не уверен, стоит ли ее покупать, потому что очень много багов. Она не такая интересная, как True Skate и тот же Touch Green Skate 2. Так что, ребят, не советую. Хотя, если бы они избавились бы от багов, было бы все круто. Следующей игрой должна была быть Epic Skater 2, но она у нас не запустилась. Так что, ребят, отмена, играем в Epic Skater 1. Игра классная, в нее играл уже очень давно, врубился причем днями. Она бесплатная, достаточно всего одного пальца. Здесь большое разнообразие трюков, грайндов. Плюс к этому вы собираете монетки и за счет них потом покупаете всякие приколям. Вы там доски меняете, скейтер меняете, одежду у него меняете. И что-то там еще, думаю, можно сделать. Но, в общем, игра крутая. Можно порубиться вот так вот, позалипать. И, кстати, у меня есть одна идейка. Снимать летсплей по игре Skate 3. Как вам такая идея? Я вот задумался, потому что я всегда хотел поиграть в нее, но как-то никогда не везло. А теперь есть возможность в нее сыграть. И, в принципе, могу показать ее прохождение вам. Так что, ребят, напишите в комментах. И если вам это будет интересно, то мы этим займемся и будем everyday видосы выпускать. Один день влог, другой день Skate 3. Дальше игра всемирно известного журнала Transworld. Называется она Transworld Endless Skater. Она мне очень понравилась изначально. Конечно, она не похожа на все игры, которые вы видели до этого. Но в чем прикол? Здесь вы катаетесь именно за скейтера. И они здесь все имениты. Дэнни Вэй, Шон Мальта, Райан Десенза, Кристиан Хосой и какая-то подруга. Я просто ее не знаю, поэтому не говорил. Она бесплатная. В чем ее плюс? Ну, не девушка, а игра. Для того, чтобы начать играть, выбираете скейтера. Изначально на доступен Райан Десенза, за него играете. Выглядит игра, конечно, не так, как все предыдущие и управление достаточно непростое, но нужен тоже всего один палец. Просто свайпами играете и для того, чтобы сделать, кстати, Бэкзит или Фронс, вам нужно сделать Олли и вот так вот наклонить устройство. Я сделал Бэкзит 360. Делаем еще Олли и падаем обстык. Так, бац. Импосибл сделал с гэпа огромного. Только вот как на гэп запрыгнуть, я запрыгнул на него. О, какой кикфлип, хоть где-то я его делаю. О, еще один кикфлип. В принципе, можете качать. Игра бесплатная. Чисто затестить, думаю, бесплатные игры можно спокойно. Так что, если вы не знали о том, что есть такая игра, Transworld Skate, типа, на здоровье. Ну и последняя игра на сегодня Tony Hawk's Skate Jam. Она, блядь, она, сука, тварь, с рекламой. Вот это и встал. Все. Подписывайтесь на канал. Да, ребят, в этой игре очень много рекламы. Это сразу же большой минус, потому что эта реклама просто всегда. Как только вы сыграли один раз на карте, которых здесь из плюсов как раз достаточно много, вы нажимаете на паузу и вылазит реклама, которая надоедает, и вы ее сможете отключить за 10 баксов. Ну, плюс к этому, конечно, открыть еще все карты и самого персонажа Tony Hawk's. Потому что сразу его ты открыть не сможешь. Разве что во время геймплея появляется птичка, которую ты заполняешь, и когда она заполнится, открывается Tony Hawk's на где-то секунд 15. Чем эта игра прикольная? Тем, что она напоминает известную серию Tony Hawk's на компьютере. Tony Hawk's Pro Skater. Она выглядит просто абсолютно так же. Единственное, что управление сенсорное, и выглядит оно как, блин, на FIFA. Вот прям реально, один в один, только вместо паса, удара и чего-то там еще. Перила, нога и рука. Рука — это гребы, перила — это после того, как вы сделаете Олли, запрыгнете на перилу и можете скользить по ней. А нога — это флифовать, трюки ногой. Карты здесь достаточно крутые, они мне очень нравятся. И, кстати, когда вы катаетесь, для того, чтобы открывать новые карты, вам нужно проходить миссии. Например, одна из миссий — собрать слово «аркейд», вторая из миссий — собрать всех птичек, набрать, например, 100 тысяч очков, 400 тысяч очков, миллион очков. Управление, если честно, не самое удобное, к нему нужно привыкать достаточно долго, и то, мне кажется, до конца вы не привыкнете. Но, в принципе, прикольно для того, чтобы вспомнить вообще, что такое Tony Hawk's Pro Skater. Типа радует, что она есть, и плюс к этому она, блин, бесплатная, но не считая того, что реклама, реклама, она всегда. Ну и что в итоге? В принципе, на мобильные устройства есть скейт-игры, это радует, но не радует то, что их мало, и еще больше не радует то, что те игры, которые есть, практически не поддерживаются разработчиками. Только True Skate обновляется, на остальные игры просто забили одно место, понятное дело, потому что, наверное, ну, не приносит им, наверное, прибыли это все дело. Ну, что поделаешь. Напишите, кстати, в комментариях, может быть, я о какой-то игре про скейтбординг на мобильные устройства, не знаю, может быть, блин, есть какая-то невероятная игра, а ее просто нет в App Store, а есть на Android, блин, мне интересно. Так что, ребят, напишите в комментариях, и также жду от вас ответа насчет скейта 3, потому что я уже готов хоть послезавтра снимать первый летсплей прохождения скейт 3 или что-то еще такое, потому что этого нет. Я думаю, что это будет интересно, так что жду ответа от вас, опять же, вот там внизу. Ну и надеюсь, это видео было интересно для вас, качайте там или не качайте игры, в общем, да. Подписываемся на канал, оцениваем видео, лайки, дизлайки, комментарии, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok